Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь, приветствую вас! Мир вам! В начале нашего служения прочитаем из 1-го соборного послания апостола Петра, 1-я глава, 3-й стих и ниже. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, по великой своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силой Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Это чудные слова, которые апостол Петр написал в послании. Более того, он открыл это послание и обращаясь к тем людям, к церкви, к верующим братьям и сестрам, которые будут читать, и эти слова были призваны в начале прочтения Слова Божия ободрить верующих, ободрить всех тех, кто понимает, какой глубокий смысл сокрыт в этих словах. Милость Божья, которую благословенный наш Господь и Бог Отец даровал через Сына Своего, каждому человеку, через его смерть, через его воскресение, мы понимаем, принимая эту милость Божию. Мы сами имеем упование на воскресение наше, мы имеем упование на то, что Господь приготовил для нас вечную жизнь на небесах. Более того, Он наполнил эту вечную жизнь всем тем неувидаемым, хранящимся для нас то, что ожидает нас впереди. Это чудные слова ободрения, это чудные слова, которыми хотелось бы начать сегодня наше служение. И в пятом стихе Он говорит, что силой Божьей через веру Он все это соблюдает. Сила Божья действует через нашу веру и соблюдает к этому спасению, к этой вечности, как нас, так и все то, что Господь приготовил для нас. Я хочу, может быть, в начале нашего служения, мы редко это делаем, но хотелось бы сегодня поздравить всех наших мам. Поздравить в этот день и пожелать вам обильных Божьих благословений. Пожелать вам того, что Господь по своей милости, своей силой может дать. Чем Он может наполнить вашу жизнь, какие благословения Он может дать и подарить вам, опять же, по своей милости и по нашим молитвам. Мы молимся за наших мам, мы благословляем наших мам. И от имени Церкви, от имени руководства Церкви мы сегодня хотели бы поздравить. И в какой-то степени сегодня, я думаю, служение будет отражать это настроение, настроение благословения наших мам. Итак, сейчас мы поем общим пением номер 1033 «С тех пор, как я уверовал». С тех пор, как я уверовал, я светом озарел. Душе я жизнь почувствовал, и ныне я спасен. Я знаю, в кого веровал, и верю, что он в силе хранит на ветеранах мой для меня на волны день. Известна мне его любовь, его благощество. С тех пор, как я уверовал, что он в силе хранит на ветеранах мой для меня на волны день. На том, в руках пронзенных я, жить или умирать. С тех пор, как я уверовал, что он в силе хранит на ветеранах мой для меня на волны день. Пусть все исчезнет, все пройдет, Господь же все один. Пусть сердце песню поспоет тебе, мой властелин. Я знаю, в кого веровал, и верю, что он в силе хранит на ветеранах мой для меня на волны день. Тебе, наш властелин, мы молимся. Господу Богу нашему мы поклоняемся. Пред Тобой мы сокрушаем сердца наши и разум наш. Господи, мы склонились пред Тобой и воспеваем Твое святое имя. Ты, Господь наш, Ты всесильный Бог этого мира. Ты, Господи, Тот, Который сотворил все и наполняешь все собой. Господи, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем раскрыть уста и помолиться Тебе. И, признав Тебя своим Богом и своим Отцом, восхвалять Тебя, радоваться Тебе. Радоваться тому спасению, тому залогу, который Ты хранишь для каждого человека, призывающего имя Твое. Имя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе. Аллилуйя Тебе, честь и поклонение Господу и Богу нашему. Боже мой, мы радуемся тому, что мы дети Твои, что мы собраны в церкви Твоей, невесте Твоей, которую Ты готовишь к этому вечному переселению. Господь, мы благодарим Тебя, что являюсь частью церкви Твоей, частью невесты, о которой Ты заботишься, о которой Ты печешься. Господи, мы верим, что мы сохранны в руках Твоих. Мы верим, что мы охраняем и Тобой под Твоим зорким оком, Господи, проходит жизнь наша. И мы веруем, что сила Твоя, Господи, она в нашей жизни пребывает в каждом нашем действии, в каждой нашей ситуации, в каждом обстоятельстве. Господи, помоги нам видеть это. Помоги нам осознавать и всегда верить этим словам, что сила Твоя сохраняет каждого из нас. Ни обстоятельства жизни, ни время, Господи, никакие другие земные измерения, они не могут воздействовать на нас. Более того, никакие духовные силы не могут воздействовать на нас, потому что Твоя сила охраняет и оберегает каждого верующего человека. Помоги, Господи, нам всегда помнить это. Помоги нам, Господи, никогда не отрекаться от силы Твоей. никогда не отрекаться от того, что Ты подарил нам, от благодати и милости Твоей, данной нам. Господи, мы славим и благодарим Тебя, и поклоняемся Тебе, потому что Сын Твой Иисус Христос совершил это искупление и подарил нам вечность, подарил нам этот великий дар. И мы хотим сегодня прославить, возвеличить и воспеть Тебя, нашего Господа. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. И еще будем общим пением петь номер 800 «Струн души». Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет. Песня еще одна на свет рождается, петь о том, кто счастье нам дает. Песня еще одна на свет рождается, петь о том, кто счастье нам дает. О Тебе поют сады весенние, древью звонки птичьих голосов. Ты даришь от смерти мне спасение, жаль, что нет таких на свете слов. Ты даришь от смерти мне спасение, жаль, что нет таких на свете слов. Твой привет не льется ароматами всех полей, цветущих и садов. Я расстался раз с мирскими взглядами, и навек принял Твою любовь. Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет. Песня еще одна на свет рождается, петь о том, кто счастье нам дает. Пусть вовеки песня не кончается, петь о том, кто счастье нам дает. Дорогой Господь, понимая, что счастье и будущее в Твоих руках, мы не только хотим петь Тебе. Господи, мы хотим всю жизнь, каждый наш день прожить с этой мыслью, размышляя и рассуждая о том, насколько великое спасение и избавление Ты подарил человечеству. Господи, насколько мы недостойны этого, насколько мы недостойны того, что, Господи, Ты открылся через Духа Твоего Святого, который стучался в наше сердце и достучался. Господи, мы открылись Тебе, мы признали Тебя своим спасителем, и дальше по жизни Ты ведешь нас. Ты руководишь нашими помыслами, нашими решениями, нашими поступками. Ты руководишь нашим будущим. Слава Тебе, Господь! И сейчас, Боже мой, мы просим, чтобы этим богослужением Ты также руководил, чтобы Ты взял все в свои святые руки и помог нам прославить Тебя, возвеличить Тебя, помог нам помолиться Тебя, помог нам признать Тебя спасителем нашим, руководителем главой нашей жизни, главой нашей Церкви. Боже мой, мы просим и умоляем, помоги нам в этом служении. Благослови певцов, музыкантов, благослови всех тех, кто будет молиться Тебе, кто будет слушать Слово Твое, и просим, чтобы Ты благословил братьев, которые будут передавать Слово Твое. Пошли им в силу Духа Твоего Святого. Пошли, Господи, нам уши способны слышать и воспринимать Слово Твое. Господи, мы просим также, чтобы Ты благословил всех матерей наших, Господи, благослови всех тех, кто, Боже мой, нес на себе и в себе, Господи, это бремя. Бремя детей, Боже мой, детей, которых Ты даришь, которых Ты даешь в эту жизнь, Господи, столько сил, столько жизни они вложили в нас, Господи, и мы благодарны Тебе за то, что они благословили нас и жизнью, благословили нас воспитанием, благословили нас той добротой, которую они передали нам по милости Твоей. Господи, мы просим благословения на всех матерей, на всех женщин, на всех, которые будут еще матерями, И, Господи, благослови, мы просим и умоляем в руке Своей, храни их, оберегай. Боже мой, мы несем к Тебе на руках молитвы всех матерей. И молимся мы Тебе во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. Пожалуйста, садитесь, проповедь скажет Анатолий Гурник и призовет нас к молитве. Я вас приветствую. Всех. Мир вам. В начале нашего служения, перед нашей общей молитвой, я хотел бы вместе с вами читать несколько мест из Священного Писания, вместе с вами поразмышлять об истинных, которые, впрочем-то, знакомы нам, ну, для нашего напоминания. Мы будем читать первое место, которое записано в книге Иева, 19 глава, 25-26 стихи. Иев, 19 глава, 25-26 стихи. Это слова Иева. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплотима ей узрю Бога». И второе место записано в Деянии Святых Апостолов, 1 главе, 9 по 11 стихи. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их». То есть идет речь об Иисусе. «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять о книге Иева в общем, как о книге. И обратить внимание на два аспекта главного героя этой книги – Иева. Книга Иева достаточно часто упоминается с этого места, потому что действительно, если мы рассматриваем главную суть этой книги, то мы можем видеть, что книга Иева, она нам показывает, очень хорошо показывает незаслуженное наказание праведника. И, наверное, самое главное, что оно показывает – это всемогущество нашего Бога. И именно в этой книге, когда употребляется слово «Бог», подразумевается именно Бог всемогущий, который творит то, что он желает творить. И при этом, однако, я хотел бы обратить внимание чуть-чуть на другие вещи, на более детальные, то, что было у Иева. И первая вещь, на что я хотел бы обратить внимание и вместе с вами поразмышлять, это то твердое упование, которое Иев имел, то есть твердую веру. Через эту книгу мы можем это видеть. И действительно, когда мы размышляем или вспоминаем Иева, его ситуацию, мы знаем, что Иев действительно потерял все за очень короткий срок. Скорее всего, это даже идет речь даже в течение дня или, может, нескольких дней. Иев пострадал материально и душевно через то, что было забрано у него, и его богатство, это скот, и также душевно он потерял своих близких, своих детей. И также Иев, он... Мы видим дальше, как бы во второй фазе уже, что Иев страдает физически, и, конечно же, он страдает духовно, то есть то, что мы можем видеть в речах с друзьями. То есть он пытается найти о смысле, то есть у него действительно очень сложные духовные размышления. И вот этот стих, который я прочитал, стихи, которые записаны в 19 главе, почему именно я хотел обратить на это внимание, потому что обычно мы читаем слова Иева, которые записаны в первых двух главах, где Иев благословляет имя Господня. Это очень сильные слова. Однако здесь это место, которое записано в 19 главе, это слова Иева, когда испытания коснулись уже не только его близких или то, что его окружало, а это именно когда испытания коснулись именно его. То есть он действительно имел на тот момент уже физическую боль, он имел эту проказу. И именно в этих словах, в этом и уже в течение этих разговоров, где, впрочем-то, и друзья его как бы осуждают, говорят, что скорее всего ты где-то, все ж таки, наверное, согрешил, то покопайся, найди в чем, в чем твоя проблема. Именно вот в этот промежуток он говорит эти слова, что «Ай, а я знаю, что искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха, что я узрю во плоти». То есть он продолжает иметь вот это твердое упование своего Господа. И мы видим, что вы, мы видим в этой истории, что постоянно идет вот этого, как бы не то, что борьба, но какой будет исход между ситуацией, как поступит Ио. Мы видим то, что, как разговаривает между собой Господь и Сатана. То есть тут стоит вопрос, что благословит ли Иев Господа в своем действии. И также мы видим уже земную часть, что предлагается Иеву, что «покули Господа и просто умри». Потому что все же таки определение, которое было среди человека в того времени, что все же таки наказание приходит из-за греха. Поэтому здесь и сказано, что «ну, сколько тебе можно терпеть?» «Покули, скажи против Господа и просто уйди с этой земли». Знаете, вот именно вот эта вот твердость упования Иева, которая раскрывается в этой книге, особенно если я нашел для себя, что эту книгу действительно очень понятнее читать целиком, чтобы не потеряться или как бы не потеряться в этих разговорах между друзей и Иевом. Если мы берем в общем, то это действительно очень хороший для нас пример нашего упования на Господа. И более того, даже то, что я нашел для себя, не обязательно идет речь о каких-то наших страданиях. То есть я хочу пойти дальше, чем просто размышлять о том, что вот когда с нами что-то случается, вот тогда да, мы будем читать книгу Иева. Совершенно не так. Но это тоже хорошая часть, действительно хорошая книга для этого. Но также и вообще в познании Господа, также в понимании Божьих истин. То есть насколько мы тверды в упованиях, насколько наша вера позволяет нам принимать Божьи истины, которые записаны в странице Священного Писания. То Иев – это действительно хороший пример для нас, чтобы поразмыслить, то есть рассмотреть, как он поступал, как он действовал в течение всех вот этих вот своих страданий, как он доверял Господу. Знаете, и вторая часть, второй аспект, который я хотел бы обратить внимание, размышляя про Иева, размышляя про эту книгу, это как раз-таки познание Бога Иевом. «Насколько хорошо Иев знал Господа?» То есть вопрос, который, когда я начал размышлять, то я нашел достаточно неординарный вариант рассмотреть. Это вопрос, которым я хочу поделиться. Это вовсе не есть, наверное, правильный метод или как бы метод, который можно использовать часто для каких-то других книг, записанных на страницах Священного Писания. Но вот с книгой Иева, оно мне стало очень понятно и понимать и его ситуацию, и также оно стало понятно для аналитики самого себя. То есть насколько мы, насколько у нас есть познание Бога в нашей жизни, насколько мы знаем Господа. Знаете, этот метод, как я начал на это посмотреть, это я просто обратил внимание на длину разговоров, которые записаны в этой книге. Если в общем посмотреть, то в этой книге 42 главы. Первые две главы, они говорят очень коротко и ясно о разговоре Бога и сатаны. И в первых двух главах говорится о всем этом несчастье, которое постигла Иева. Это две главы. И потом у нас есть с 3 по 37 стихи, это диалог с друзьями. Это разговоры людей. Это разговоры как бы переливания одного в другое. И тут можно даже потеряться, если читать это частями, начинаешь даже теряться. А, собственно говоря, что пытаются сказать, хотя суть-то очень простая. Но очень большая часть в этой книге именно потрачена вот этим диалогом. И, конечно же, если читать об этой книге, то это говорится, насколько это поэтическая книга, насколько она красиво написана. Но для себя я просто взял вот так вот с ухо, если смотреть, что в этой книге есть, то 34 стиха потрачены на разговоры людские. И потом мы видим, что в 38 главе начинает говорить Господь. И после двух глав, в конце 39 главы Иев уже приходит к решению, что, впрочем-то, он поступает совершенно неправильно. в 39 главе, там, с 33 по 35 главы стихи. Иев говорит, что вот я ничтожен. То есть, две главы взяла, когда говорит Господь. Две главы взяла, чтобы Иев понял свою позицию в этой ситуации. И более, и там далее уже, там еще есть две главы, когда опять говорит Господь, и уже в 42 главе Иев вообще приходит к другому заключению, а не к другому, а более глубокому заключению, что он отрекается и раскаивается. То, знаете, как бы рассматривая эту книгу вот в таком вот формате, почему-то для меня оно стало, ну, как бы я начал анализировать себя, что иногда наша длина разговоров, или, конечно же, не обязательно идет о разговорах именно меня с кем-то, именно с физическим лицом. Иногда это просто разговоров или дебатация самого с собой. То есть, вот эти разговоры, это иллюстрирует наше познание Господа. То есть, как мы принимаем Божьи истины, как долго мы дебатируем о них. И здесь, конечно же, идет, как я уже сказал, не обязательно идет речь, то есть, я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что общение братьев, общение святых, это как бы что-то, что не нужно, чтобы это происходило. Ни в коем случае. Это все на своем месте. Но на что я хочу обратить внимание, что очень часто Божьи истины, они четкие и ясно написаны на страницах Священного Писания. Но человек, он либо для своей выгоды, либо для каких-то других причин, он не принимает их. И он начинает размышлять в своем мышлении, что, а вот надо, наверное, почитать этого толкователя, наверное, здесь все-таки не то. А вот надо сходить туда, вот там надо послушать. И в конце концов, вот этот процесс восприятия какой-то истины, которая очень четко и понятная, она растягивается. И человек может уйти в сомнение. Вот здесь, именно в 42 главе, 5-6 стихи, я возвращусь сюда. Когда было слово Господа, которое было достаточно коротко, Иев говорит, я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. На самом деле Иев не видел Господа, он не мог видеть Господа. Господь говорил из грома, Господь говорил из бури. Но вот это определение Иева, когда он наконец-то начал слышать и услышал слово Господне, которое было достаточно коротко. Но когда он услышал, он понял свое ничтожество, он понял, он раскаялся в первую очередь в своих вот этих вот размышлениях, и он пришел в это смиренное состояние. Другими словами, что нам показывает вот эта вот книга, это показывает, что все-таки Иев знал достаточно много о Господе. И у него действительно было твердое упование на Господа. Но в познании, именно личного познания Бога у него было очень минимально. И когда это именно произошло, когда происходит вот это, когда Иев испытывает живое присутствие Бога, когда он начинает слышать этот голос, то все встает по своим местам. Вот эти все дебаты, я опять же таки, как я уже сказал, книга написана так, специально именно столько времени потрачено на разговоры с людьми. Но я пытаюсь показать, что когда мы начинаем слышать слово Господа, когда Господь говорит нам на страницах, через священное описание, то практически к нам приходит вот это смирение. Мы понимаем, где мы находимся, и нам принимать эти истины. Хотим мы их или не хотим, может мы это оттягиваем, но истины Божьи нам просто необходимо принимать. И именно с познанием Господа, с пониманием Господа, приходит вот это способность принимать слова Господа, либо дела Бога, которые Господь делает в нашей жизни, с доверием и без сомнения. То, что у Иева страдало через эту книгу, у него с этим были проблемы. Он действительно подходил к ситуации с пониманием о Господа, не понимая могущества, не понимая самого Господа, пока Господь с ним не заговорил. Знаете, вот эти две вещи, вот эти примеры, которые оставляет нам книга Иева для нас, это твердость упования и наше познание. То есть, почему я об этом говорю? Потому что мы сегодня вспоминаем это событие, событие Вознесения, о котором я прочитал. Это событие, которое, может быть, не так легко воспринимаемое человеком. То есть, это сверхъестественное событие. Вознесение Иисуса. Ну, как бы, ну, не видим мы это часто. Мы не видим часто людей, просто восходящих на облаке. Это не есть что-то, что нам легко воспринять. Но это Слово Божие записано на страницах Священного Писания. Более того, как говорит, как написано в Деяниях, Иисус вознесся, и ангелы свидетельствуют, что таким же методом, как Он вознесся, Он еще возвратится, Он придет. И это есть то место, о котором мы будем еще сегодня слышать, о котором будет говориться. Но нам необходимо принимать это место и размышлять, или как бы подготовить себя к восприятию этого слова на основании нашего упования на Господа, понимая, что Слово Его истина. И на основании понимания Господа, что Господь, действительно, познание того, которое мы имеем через личное общение, что Господь, если Он говорит, то это так и будет. Вот это обетование, что Христос придет, если это написано, если сказано ангелами, то это так и будет. И хотелось бы сейчас встать на колени, помолиться и действительно попросить Господа, чтобы Он еще раз просмотрел наше упование, чтобы мы поразмышляли или попросили, чтобы Господь еще открывался через то слово, которое мы будем слышать в течение этого собрания. Ему слава. Аминь. 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 Господь наш и Бог наш благословенно и предпоеден. Господь, как приятно осознавать, что Ты, Бог Всего, Тущий, Творец неба и земли. Господь, Который творишь словом. Господи, Тебя Ты позволяешь нам, и ты даешь, чтобы это великое привилегие называть своим отцом. Господи, хотя бы чуть-чуть понимая Тебя, или когда Ты раскрываешься через Священное Писание, Господи, мы понимаем совершенство Твоё, мы понимаем, что Ты – Истот, который творишь по своему изволению. Господи, мы понимаем, что при всём этом мы настолько ничтожны. Господи, и поэтому мы приходим перед Тобой в смирении сейчас, понимая, что Слово Твое, оно истинно, что пути Твои, они совершенны, даже то, что происходит в нашей жизни, Господи. Смиренно приходим перед Тобой, принимаем всё, что Ты посылаешь. Господи, что у нас сейчас есть в жизни? Есть радости, есть, может, какие-то переживания, есть восторги. Господи, всё из руки. Господи, мы приходим перед Тобой, просто принимаем это и благословляем им это. Благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь, то, что Ты посылаешь в нашей жизни. Тай нам, Господи, действительно иметь эту твёрдость упования, какая была у Киева, которая через такие тяжёлые испытания, где коснулись такие больные части его жизни, Господи, он устоял, а он не похудел в них. Он благословит Тебя. Господи. И в тех пониманиях, в том слове, которое Ты оставляешь, то слово, которое Ты оставляешь на станицах Священного Писания, Господи, так часто истины Твои, они простые. Мы можем читать, мы можем их понимать, но дай нам действительно это смирение, чтобы мы их принимали и не ставили Тебя под вам потоком. Потому что мы знаем, что мы только себе делаем. Поэтому благослови нас. Может быть, всё служение, которое перед нами, слово, которое будет говориться, ещё добует оно. Для нас, понятным, Господи, тайным, это принятие, это слово, Господи, ещё пение, стихотворение, которое будет говориться, где слово Твое, где имя Твое будет прославляться, Господи, чтобы мы просто сливались в песни и славили, славили Тебя, Богу, и Господи, все и чести, и славили Его поколение. Во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И если кто-то хочет уже начать готовиться Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующее объявление 22 мая Перед этим скажу 15 мая Это праздник Троицы У нас была, извините, небольшая ошибка в наших программах 15 мая Следующее воскресенье Праздник Троицы 22 мая Это через воскресенье Будет молодежное евангелизационное служение Молодежное евангелизационное служение Через воскресенье Пожалуйста, подумайте о том, кого вы можете пригласить Кого вы можете привезти Будет брат-гость евангелист Он будет обращаться ко всей церкви Но в первую очередь это будет направлено к молодым людям Которые должны Или как бы которые стоят на пороге принятия решения Приходить к Господу И делать И как бы принимать решение о вечности своей Но перед этим Это 22 мая А перед этим 21 мая У нас будет молодежная конференция в церкви С пяти часов вечера и до закрытия Будет проходить молодежная конференция, семинары Мы решили Как бы размышляли с этим братом Который будет проводить Кого же мы включим в категорию молодежи И мы решили Что так Тем, кому еще осталось жить больше половины жизни То есть вот вы посчитайте примерно Какая продолжительность жизни Мы так решили, что наверное 50 и младше Будем щедрыми в этом вопросе И тема конференции, которая будет происходить Следующая А впереди еще вся жизнь А впереди еще вся жизнь Поэтому, пожалуйста, 50 и младше Это молодежная конференция для всех нас В субботу перед евангелизационным служением И еще одно объявление Объявление хорошее Если Господь позволит В этом году у нас в церкви будет крещение Уже есть два человека, которые подали заявление Заявили о своем желании принять крещение Я хотел бы сделать следующее Следующую пятницу Во время молитвенного собрания Во второй части, где-то с 8 часов Я хотел бы провести класс Для тех, кто думает еще о крещении Не для тех, кто уже приняли решение А для тех, кто размышляет о крещении И может быть не до конца понимает Что такое крещение И в чем сущность крещения Как вот для человека, который принял решение следовать за Господом Поэтому в следующую пятницу с 8 часов Это касается всех Молодых, пожилых Кто еще не принимал крещение Если у вас есть этот вопрос Пожалуйста, придите Мы проведем этот класс в братской комнате Я хотел бы поговорить с некоторым Потому что, когда я беседую с молодыми людьми Да и не всегда с молодыми Я понимаю, что не все понимают значение крещения Что не до конца понятно, что такое крещение И нужно ли вообще принимать крещение Если у вас этот вопрос возникает Пожалуйста, придите в пятницу С 8 часов я проведу этот класс Но придите к 7, чтобы побыть на нашем молитвенном собрании И вместе с церковью помолиться Это все объявления Много объявлений Но, пожалуйста, берите программки Там все пишется А сейчас я попрошу братьев, которые совершают сбор Пожалуйста, выйдите вперед И музыканты, приготовьтесь Мы помолимся И будем участвовать в материальном служении церкви Дорогой Господь Мы благодарим Тебя за жизнь Которую Ты подарил нам Подарил церкви Твоей Мы понимаем, что эта жизнь Она уже стала жизнью вечной Жизнью, которая не имеет конца Жизнью, которая является путем восхождения к Тебе Но это восхождение, оно уже началось Господь, и каждый наш шаг Каждый наш поступок Это то действие, которое мы делаем По направлению к Тебе, нашему Господу Я прошу Тебя, Ты направь стопы наши Ты направь, Господи, нас на этот путь Который нас приближает к Тебе Через познание Тебя Через размышления о Тебе, Господи Через понятие того, кто Ты есть Как Иов, который прошел этим путем Путем размышления, рассуждения о Тебе И потом путем взывания к Тебе И Ты ответил Ты говорил с ним, потому что Ты видел сердце человека Который хочет видеть и слышать Тебя о Господе Ты проговорил Киеву И Ты говоришь каждому человеку Ты говоришь сейчас к тем, кто присутствует здесь в церкви Господи, возможно, кто уже долгое время ходит в церковь И до сих пор еще не принял Тебя как личного спасителя И не утвердил, не закрепил завет с Тобой Господи, мы просим, чтобы Ты говорил к сердцам таковых людей Господи, мы просим, чтобы эти люди, они готовились К этому действию покаяния и крещения И принятия Тебя как своего личного спасителя А Ты в ответ, Господь, готов дать жизнь вечную Ты готов дать силу Ты готов дать охрану и благословения Твои Которые есть только у Тебя Господь, мы просим и молим, чтобы в церкви Твоей Было такое устройство, чтобы в церкви Твоей были люди Которые приходят, которые присоединяются к семье Твоей Благослови, Господь, нашу церковь в этом Мы просим также, благослови сейчас и материальное служение Которое будет совершаться пред лицом Твоим Благослови каждого дающего Благослови семьи, благослови здоровье Благослови детей, благослови работу Господи, будь защитой и охраной Мы просим и умоляем Тебя об этом Также, Господи, эти церковные мероприятия Которые мы высказали пред лицом Твоим И пред лицом церкви Ты благослови и окажи помощь В проведении всех этих событий Благослови, Господь, чтобы церковь Твоя Имела благословение через все эти действия А мы просим и молим Тебя во имя Иисуса Христа Господа нашего, аминь Итак, общим пением поем 149 номер сборника Спой же песню об Иисусе Спой же песню для Иисуса славю ее Он так младный, полагайся лишь на Его Он так младный, лучший друг Он вблизи нас всегда вокруг Поспеши же ему принять стволу и честь Он во всякое мгновение близок сердцам Люди могут обмануться зону перед нам Любит нас, но как лучший друг Он вблизи нас всегда вокруг Поспеши же ему принять стволу и честь Будем петь мы все сердечно Иисус один Будет все во всем нам вечно вышли его сын Любит нас он как лучший друг Он вблизи нас всегда вокруг Поспеши же ему принять стволу и честь Слава Господу! Садитесь, пожалуйста, в служение хора Слава Господа! ПЕСНЯ Бог, Якова, защитник наш! Бог, Якова, защитник наш! Придите и видите дела его, Внимайте его, познайте его, В окнах прибежище и сила, Не убоимся с ним. Просил с нами Бог, Якова, защитник наш! Бог, Якова, защитник наш! Бог, Якова, защитник наш! Бог, Якова, защитник наш! Мама Мама, это значит нежность, Это ласка, доброта. Мама, это безмятежность, Это радость, красота. Мама, это на ночь сказка, Это утренний рассвет. Мама, это в трудный час подсказка, Это мудрость и совет. Мама, это зелень лета, Это снег, осенний лист. Мама, это зелень лет. Мама, это лучик света. Мама, это значит жизнь. Аминь. Также я всех поздравляю мам, всех бабушек. Также хочу спеть память этих мам, которых уже нету. Аминь. 메�ладельск. Якова, собою��� Мама, собою . Субтитры создавал DimaTorzok Дивний спокій для душі знайду На життєлих хвилях океану На смертельних хвилях мернути Не забуду мою рідну маму Що сказав Господи расти Дякую я Богові за маму Їй мудрість Господи святу Що в моєї долі чорний кран У молитві принесла Христу У молитві добрими руками Мама ткала віцні паруси Що віліють завжди поруч з нами Нас несуть до вічної мети Дякую я Богові за маму Її мудрість Господи святу Що в моєї долі чорний кран У молитві принесла Христу Мамини слова, жива молитва Стільки в них живучої роси Що життя земного гостра бритва Не роз'їб'є наші паруси Дякую я Богові за маму Її мудрість Господи святу Що в моєї долі чорний кран У молитві принесла Христу Дякую я Богові за маму Її мудрість Господи святу Що в моєї долі чорний кран У молитві принесла Христу У молитві принесла Христу Я извиняюсь Слова Христу Бог Мій, деска моя, на Тебя я уповаю Чит мой, спасение мое, Господь, опора моя. Тесноте моей возвал я Господу, И Богу моему возвал. И услышал он, и услышал он, Отчерковал своего голосом. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Боже, ты даешь мне свет, Просвещает всю мою. Боже, твой непорочен путь, И чисто слава Твою. Тесноте моей возвал я Господу, И к Богу моему возвал. И услышал он, и услышал он, Отчерковал своего голосом. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердиня моя и прибежище мое. Я вас всех приветствую, мир вам. Сегодня я тоже буду говорить на тему Иова, на тему Вознесения. И знаете, я скажу одну такую вещь. 15 числа мы будем, то есть следующее воскресенье, мы будем справлять день рождения церкви и сошествие Духа Святого на эту землю. Ну, а если более быть точным, то Дух Святой, он должен находиться не просто на земле, и это не что-то абстрактное, о котором мы слышим и не можем ничего объяснить. А Дух Святой должен управлять и действовать и водить человека. И когда мы с Толиком готовились к этой теме, он мне позвонил и спросил, о чем будешь проповедовать. Я говорю, я буду проповедовать о Вознесении. Ни одного слова проевого не было. Не было. Вот я подразумеваю так. Есть церковь, церковь управляется Духом Святым, и Дух Святой направляет своих членов церкви, чтобы они говорили о том, о чем ему угодно. И я думаю, что это должно происходить в жизни каждого христианина. Каждый христианин, без исключения, должен чувствовать эту водимость Духа Святого. И перед тем, как я буду проповедовать, я хотел бы уточнить и как бы подвести такой небольшой итог. Уточнить то, что я буду говорить в своей проповеди. А говорить бы я хотел об одной очень такой простой вещи. Это Вознесение. С одной стороны, это очень простая вещь. С другой стороны, это финал. Это итог. Это совокупность всех действий, которые Иисус Христос подвел в определенный момент, собравшись со своими учениками, и Он отошел от них. Но перед тем, как я буду говорить на эту тему, я хотел бы прочитать одно место. Послание к евреям. Послание к евреям, 7 глава. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестанной. Он засвидетельствует. Ибо засвидетельствует ты священник вовек по чину Мелхиседека. Итак, много раз говорилось и слышалось о том, что будет священник, который будет предстоять пред Господом. А если мы будем потом читать, то в Библии есть такие очень, оно старорусское слово, ходатай. Я не думаю, что молодежь его понимает, что это такое. Я объясню это немножко по-другому. Ходатай это был, если говорить о старорусском языке, то ходатай им были люди, которые шли к царю. К царю, которые приходили с определенной какой-то просьбой. Они не находили справедливость там, где они жили. И они с этой просьбой или с просьбой других людей, эти люди шли и каким-то образом добивались внимания царя или еще кого-то. И таким образом получали ответ. Я просто из своей молодости вспоминаю картинку, там Владимир Ильич Ленин, и к нему пришли ходатай. Вот тоже та же самая ходаки. Ходатай, ходатай, это то же самое ходаки. Вот, это одно и то же. И вот они тоже искали, значит, пришли. Я не знаю, на какую они там власть жаловались тогда, тогда перемена была власти. Ну, они пришли, вот эти ходаки, ходатай, пришли к Ленину и жаловались. Теперь в современной. Вы все знаете, что есть игры. Молодежи, вы знаете, что такое арбитр? Вы не знаете, что такое арбитр? Нет, это да, арбитр это не судья. Есть арбитр, вот в каждой игре, допустим, играют в футбол. В футболе там стоит арбитр. Он смотрит и наблюдает, как сыграли, а потом выносит какое-то определенное решение. Есть еще такое понятие третейский судья. То есть, или есть такое понятие арбитражный суд. Тоже не понимаете. Ну, ладно. Я тогда по-другому объясню. Должен быть в определенном месте человек, который бы видел то, что происходит, неважно где. И он должен принимать определенные решения. И вот с этими решениями он приходит к судьям. Он приходит к судьям. И говорит, было так, 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 и все это рассказывает. И судья принимает определенное решение. Вот эта должность взял на себя Иисус Христос. Его вознесение, оно должно было быть обязательно. Обязательно. Вот если бы он остался на этой земле, тогда это было бы совсем не очень приятная вещь. Поверьте мне, это было бы совсем не то, что должно было происходить. Тогда он бы взял на себя право решать, вершить, судить, рассуждать, делить или собирать. А он этого не сделал. Он стал как первосвященник. Да, он принимает определенные решения. Но все эти решения он приносит пред лицо Божье. И Господь ставит определенный вердикт. И ставит точку или запятую в каком-то деле. Итак, это было пророческое слово, которое апостол Павел, когда-то разговаривая в послании к Европе, Евреям, он пишет и говорит, что Иисус Христос пришел именно таким. Он не пришел сделать что-то другое. Но он пришел, чтобы понять человека, углубиться в его суть, быть этим человеком. И представьте, кто может еще больше рассказать и постоять за тебя, если этот кто-то не находится вместе с тобой. То есть, мы знаем, ну знаете, что такое молодежь, рефери. О, наконец-то, я вспомнил слово, которое знает молодежь. Рефери. Рефери выносят что? Определенное решение. Правильно? Потом он говорит судьям. Там сидят, рефери это обычно используется, мы знаем это в боксе. А сидят судьи, они принимают, вот рефери сказал, там было все правильно сделано, или там было, судьи увидели одно, а рефери говорит, что нет, вот было сделано именно так, сделано было все правильно. И судьи тогда принимают решение. И апостол Павел евреям объясняет, что был Иисус Христос, Он находился среди вас, и Он Господу расскажет абсолютную истину, абсолютную правду. И Он это расскажет нелицеприятно, это Он не сделает как-то, ну потому что Он был еврей, и вот к евреям Он подойдет с нисхождением. Он что-то там загладит, что-то там опустит, что-то там наоборот преувеличит, как это обычно делают люди. Но Он представит этот вопрос обязательно пред Господу, представит абсолютно честно. И когда мы говорим о Вознесении, то лично я, я бы очень хотел, чтобы там на небе был тот судья, тот рефери, чтобы стоял и говорил за меня, как делал здесь я на этой земле. И вы знаете, у Него будет очень веское слово. Его будут слушать, будут его мнение учитывать, будут принимать это мнение. И это мнение будет иметь очень весомый вклад. Когда мы, я думаю, что, наверное, многие здесь из нас были, когда вас останавливала полиция, или еще были какие-то там нюансы на дороге, обычно принимают, всегда, 95% принимает мнение полицейского. Он тебе, ну если это, конечно, справедливое решение, он говорит, что вот так и так было это нарушено, и все, и принимается решение. Судьей принимается решение на основании определенного закона. С другой стороны, этот судья может сказать совсем по-другому. То есть, этот рефери, может, у меня был один раз такой случай, я разговаривал с полицейским, говорил, вот такие-такие ситуации у меня были. И он мое дело абсолютно в другом свете представил. Но судья сказал, нет, ну это же было, было все равно тебе. Ну уже полицейский развел руками, говорит, нет, я уже тут ничего не могу поделать. Я бы очень хотел, чтобы Иисус Христос за каждого из нас, а он это делает, и будет делать, представлял то ясное, четкое, твердое свидетельство. Когда мы сегодня, Толик говорил про Иова, то он говорил очень интересный, он как бы обрисовал эту картину, потому что невозможно обрисовать всю эту, все эти, по-моему, 42 главы этой книги, обрисовать все это, весь этот диалог, все эти разговоры, все эти вот такие восточные напыщенности, вот эти такие очень витиеватые фразы, которые очень трудно понять и разобрать. Но сводятся они к одной очень такой простой мысли, что у Бога, как Толик сказал, я абсолютно поддерживаю, что у Бога есть определенные истины, он поступает по этим истинам, и эти истины он рассматривает абсолютно тщательно. Я скажу даже больше, что Господь рассматривает настолько тщательно, вот его, он не мог описать, если бы он был в нашем современнике, он, наверное, рассказал бы это примерно так, что Господь нас рассматривает под микроскопом, если он знал, что такое микроскоп, более того, он нас рассматривает, разлагая нас на молекулярные составляющие, а у молекул там есть еще атомы, а у атома там есть еще какое-то ядро, то есть получается одна очень простая и удивительная вещь, Господь тебя рассматривает так основательно, тщательно, но у тебя при всей его справедливости не остается ни одного малейшего шанса, ну ни одного, вот книга Иова как раз об этом и говорит, у тебя не остается на твою праведность и справедливость абсолютно ни одного малейшего шанса, Толик читал очень интересный стих, но он не прочитал его дальше, 19 глава, там по-моему 29 глава, 26 стих, когда он прочитал, что он восстановит кожу мою, но там написано, что еще сердце мое будет трепетать и таять пред Господом, то есть Иова была надежда, что он восстанет, он будет разговаривать перед Богом, а что он ему скажет, да, тело-то будет восстановлено, но рассматриваться-то он будет как раз именно так, под микроскопом Господь разложит все твои действия, и поэтому сердце у него трепещет, сердце у него переживает, а что ему делать, а как быть, а как поступать, здесь-то он, да, он себя считает, знаете, я бы не хотел оказаться на месте Иова, ни в том физическом смысле, в котором он пребывал, потому что это действительно все тяжело, и, наверное, невероятно тяжело, и невозможно перенести, ни в том духовном смысле, в котором он потом все это понял, все это понял и осознал, что он кается, он понимает, что Господь его рассмотрит так, разложит, и у него не будет ни малейшего шанса, ни малейшего шанса, написано там же в книге он и в ангелах своих он усматривает недостатки, и я бы очень хотел, чтобы каждый из нас имел ту уверенность, что там на небе есть Иисус Христос, вот этот третейский судья, который знает всю мою жизнь, который пребывает вместе со мной, который понимает, как я могу, вот Иов там описывает своим друзьям, описывает всю его ситуацию, он пытается им объяснить, рассказать, они не хотят этого понять, я не берусь, я не беру обсуждать их там или еще что-то, а Господь понимает, и Господь будет представлять мое дело в том праведном свете, как я здесь жил, именно Господь, именно Иисус Христос, потому что если Бог начнет судить, мне нечем сказать, и я-то хочу это сказать каждому человеку, особенно тем, кто не понимает, кто человек не верующий, в этой жизни все равно мы когда-то предстанем пред Богом, вот лично я бы хотел предстать пред Богом в оправдании и с тем, чтобы со мной стоял Иисус Христос, а когда люди предстанут пред Господом, что они могут оправдаться, что они могут сказать, давайте мы прочитаем дальше, итак, Иисус Христос подходит к этому событию, ему нужно возноситься, тут я хотел бы подчеркнуть одну деталь, я частично говорил несколько недель назад на вечернем собрании, что было очень интересное, два очень интересных момента в жизни Иисуса Христа, свое служение он начинает с сорокадневного поста, сорок дней Иисус Христос спастится, он был введен духом в пустыню, не ест, не пьет, молится, и был искушаем от дьявола, сорок дней Иисус Христос находится после своего воскрешения, это воскрешение, нет, подождите, давайте, Иисус Христос воскрес и сорок дней до своего восхищения он находится на земле, сорок дней, все, все у нас не было, итак, начинается сорокадневного поста и заканчивается определенным сорокадневным хождением здесь, по этой земле, до своего восхищения Иисус Христос до того, как Он вознесся, Он сорок дней тоже находится здесь, на этой земле. Я когда думал и рассуждал, я думал, почему все это происходило, я просто вкратце напомню, потому что многие слышали, Иисус Христос искушался тремя способами, это было искушение хлебом, потом искушение тем, что сатана ему предлагал власти, третье искушение, которое я никогда не мог понять, зачем оно вообще нужно, встань на краю храма и бросься вниз и заповедуй ангелам своим, они им понесут тебя. Предлагать это человеку, который находится в изнеможении, который только что победил свою плоть, а это можно говорить о духовной победе, и вдруг такое предложение, так вот это последнее предложение, оно имело абсолютно, абсолютно актуальное и реальное свойство. Оно заключалось в том, что Иисус Христос мог как раз и прийти и явиться в храм. Явиться в храм, стоять на крыле храма, это значит там проповедовать. Представляете, какая это была бы реклама, какая это был бы эпофеоз, какое это было бы такое торжество справедливости, и вот Господь пришел, и Он воскрес, и Он простил всех людей, и вот Он стоит на краю этого храма, и Он может опустить, да и пойти Он может, потому что смерть на Него не повлияет. Я думаю, что вот это, знаете, Сатана, он настолько коварный, и Он предложил, прекрасно зная, чем все это закончится, и Он сделал, Он сказал это слово. А вдруг Иисус Христос когда-то споткнется? А вдруг когда-то с Ним что-то произойдет? Вот там наперед, на будущее? Иисус Христос этого не сделал. Поэтому Иисус Христос являлся своим ученикам, в Деянии апостолов написано, что Он явился в 500 и более братьям. И все. То есть никакой рекламы, никакого такого коммерческого предприятия, ничего такого, что мы привыкли в нашем разумении, мы бы это обязательно сделали. Иисус Христос этого не сделал. Почему? Да потому, что когда-то это предложил сатана, потому, что он прекрасно понимал, ему не нужно было, чтобы там на небесах сидел посредник, тот священник Милхоседех, чтобы исполнилось это слово Божие, чтобы был ходатай там на небесах, который прекрасно понимает жизнь человека, суть его деяния, его проблемы, его вопросы, и он не смотрит на человека просто сверху. А он был в этой жизни, он был в этих ситуациях, он понимает, как можно поступить, если ты голодный, он понимает, как можно поступить, если ты бедный, он понимает, как можно поступить, если ты находишься в болезни. Он все это понимает, и он представляет твое дело, и поверьте, это совсем другое представление. Итак, история Иова Но перед этим я еще хотел бы сказать, что В истории Иова, я не буду ее описывать всю Можно разложить ее на несколько частей Там на те действующие лица, которые принимали участие То есть Иов и его друзья очень много говорили о грехе и грешниках Почему? Потому что они пытались представить Иова в свете того, что он грешен И вот на основании многих-многих людей, примеров и царей, и других каких-то историй Они говорили о том, что ты согрешил или в этом, или в том, или еще в чем-то То есть есть одна категория людей, это грешники Есть другая категория людей, которые я бы подчеркнул обязательно Она проходила во всей этой, через всю эту книгу Это его друзья-лицемеры Это сам Иов, который Находился в состоянии очень подавленном, удрученном, физически и духовно разбитом состоянии Но у него была надежда и упование на самого Господа И четвертое, это праведность и справедливость Господа Итак, Иов, как человек честный и праведный, он надеется на справедливость Господа И он описывает эту очень интересную историю Вон была написана эта книга Была рассказана вот эта история И как у человека, которому очень тяжело, которому очень трудно Нужен был определенный посредник и судья Иов говорит такие слова Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас Вся эта история заканчивается для Иова, как мне представляется, очень тяжело и мрачно Он понимает, что он когда-то будет восстановлен Как это читал Толик, давайте я еще раз прочитаю это место И узрю его сам Мои глаза, не глаза другого, увидит его Это Иов, 19 глава, 27 стих И стаивает сердце мое в груди моей То есть, понимая всю справедливость, величие Божие, его могущество Иов понимает, что когда он предстанет пред ним Никакая его честность, справедливость Его страдания Они не помогут ему И он говорит, сердце мое и стаивает Но он делает очень одно, очень удивительное такое предупреждение Вам надлежало бы, то есть, друзьям, сказать, зачем мы преследуем его Как будто корень зла найден во мне Убойтесь меча, ибо меч одмстительней правды И знайте, что есть суд Первое, что я хотел бы подчеркнуть сегодня Еще одно, что я хотел бы подчеркнуть в сегодняшней проповеди Знаете, нельзя быть христианином и играть эту роль Есть такое слово лицедей Есть это, когда в театре артисты играют какого-то персонажа Или какого-то героя положительного На самом деле эти люди далеко из себя ничего не представляют Они совсем не такие Они не такие талантливые, они не такие умные Они не такие хорошие, они не такие богатые Они не такие успешные, они ничего этого не имеют Но они играют эту роль И первое, что я думаю, что сегодня мы можем взять какой урок Нельзя играть эту роль Когда мы стали верующими Мы не можем просто сыграть эту роль Когда мы уходим из этой церкви и становимся другими Это то, что Иов пытался объяснить своим друзьям А в этой книге Она очень четко и ясно написана И он им просто говорит Послушайте, когда-нибудь на вас обязательно придет суд И здесь суд говорится не о грешниках Не о тех людях, которых они представляют Эти его друзья О которых они говорили, приводили в пример А здесь он говорит, что Подождите, побоитесь Бога Вы, которые знаете Господа Вы постоянно меня во всем упрекаете И осуждаете И самое интересное Действительно Господь сказал Что если Иов не помолится за них То участь у них будет очень печальная Итак, первое, что мы можем учесть Нельзя на этой земле Не поможет никакой посредник Никто Если мы здесь, будучи христианами Просто играем эту роль Пожалуйста, поймите это Когда сегодня говорит о том, что Мы должны служить в церкви Значит, мы должны служить церкви Если церковь принимает какие-то определенные решения Значит, мы должны выполнять эти решения Если в Слове Божием Написано, вот представьте, для Иова Что для него Трудно сказать Наверное, только пяти книжей Моисея Чем он руководствовался Для нас написано и Библия И Евангелие И жизнь и действие Иисуса Христа И плюс еще ко всему Мы водимы Духом Святым И когда мы После всего этого Нам скажут, что Я был просто актер И я играл какую-то роль И я был здесь лицедей на этой земле Да нет Наверное, никакого прощения уже нет Я не берусь говорить Я не судья Но сегодня Слово Божие говорит именно об этом Следующее Евреям Давайте прочитаем Седьмая глава Шестнадцатый стих Послание к евреям Седьмая глава Шестнадцатый стих Мы возвращаемся К тому же Самому месту С которого начинали Итак, только я прочитаю Немного раньше Ибо известно Что Господь наш Восстал из колена Иудина Которым Моисей ничего не сказал Относительно священства Это еще яснее Видно из того Что подобно Мелхиседека Восстанет священник Иной Который таков Не по закону Заповеди Плотской Но По силе Жизни Непредстающей Иисус Христос Я хотел бы Чтобы вы запомнили Вот эту фразу Но По силе Жизни Непредстающей Иисус Христос Прекрасно понимает Что Когда он будет Представлять Каждого из нас То в человеке Заложена Жизнь И эту жизнь Нужно Прожить И сегодня Вот Это настолько Простые слова И эту жизнь Жизнь можно Прожить Очень просто Или по Плотским Похотям Или понять Что жить Мне все равно Нужно Вы же скажете Каждый из нас Он человек Который скажет Мне же нужно жить Мне же нужно Трудиться Мне же нужно Работать Мне же нужно Учиться Мне нужно Нужно совершать Различные поступки Иисус Христос Я хочу подчеркнуть Он прекрасно понимает Что нам нужно Жить на этой земле И вот Исходя из Без того Что нам Здесь нужно Обязательно Жизнь Он все это Учитывает И он понимает Все эти Факты Он понимает Все эти Возможности Наши И он Начинает Представлять Нас там На небесах Итак Для Иова Без того Без того Представляете Это так Детей создали и все. На самом деле мы совсем другие люди. Иисус Христос говорит следующее слово. Послание к Тимофею. Вторая глава, то есть не Иисус Христос, а апостол Павел говорит в послании к Тимофею вторая глава пятый и шестой стих я прочитаю. Ибо един Бог единый посредник между Богом человек Христос Иисус. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Итак, Иисус Христос, приходя на эту землю, выполняет все правила и все условия Божьи. Абсолютно все. Для чего? Для того, чтобы когда-то прийти и предстать пред Господом в момент того, когда Он вознесется на эту землю и начать представлять нас с вами. И Он будет говорить с Господом. И Господь будет учитывать те реалии, которые пережил Иисус Христос. Он будет учитывать то, что Он все перенес. Он будет учитывать то, что Он муж скорбей, изведавший болезни. То есть, Он и страдал, Он переживал, Ему не хватало еды, Ему не хватало воды, Ему не хватало каких-то определенных условий. Но Он все это перенес. Почему? Потому что им двигала сила жизни. сила жизни того, что Он хотел прожить и показать эту жизнь как раз то, что это можно сделать. И самое главное я хочу подчеркнуть, никто не может упрекнуть Иисуса Христа в том, что Он просто сыграл эту роль. Да никто бы на это и не пошел бы. Иисус Христос выполнил ту миссию, которую должен выполнить человек. И показал, оказывается, это все возможно. Можно находиться среди людей, можно работать, можно жениться, можно рождать детей, можно выходить замуж, можно покупать автомобили, можно покупать и строить дома. Но смысл жизни не должен меняться. Смысл жизни говорит о том, что я должен прославлять Иисуса Христа. Я должен прославлять своей жизнью Бога. Вот тогда это тот путь, с которым я, приходя и предстоя пред Бога, у меня есть ходатай. Поймите, мы точно такой же человек, как Иов. И я хочу подчеркнуть, что Иов был далеко человек, не бедный. Возможно, на данный момент богаче всех нас вместе взятых. Ну, на тот период, если взять. И Господь не говорит о том, что это плохо. И нигде мы не читаем, что это неправильно, что его богатство, оно послужило для Иова каким-то ущемлением в его правах пред Господом. Нет, абсолютно нет. Но Иов направил свою жизнь таким образом, что когда он предстанет пред Господом, ему будет что сказать. Я хочу сегодня задать каждому из нас вопрос. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Итак, Иисус Христос по свидетельству возносится на небо и будет представлять каждого из нас. Он будет представлять меня. Он будет представлять сегодня каждого. Представьте себе, что вы уже там и Господь будет стоять пред тобой, смотреть на тебя. Я думаю, что да не то, что сердце мое истаивает. Я вообще я честно говоря никак не могу это себе представить. У Иоу было это представление. Он потом говорил с Господом. Но сегодня у меня есть вот эта колоссальная великая надежда. Я очень часто разговариваю с людьми и люди не понимают. Есть одна очень простая вещь. Причем у очень многих христиан. Они не знают, они спасены или нет. Вот для меня это я не знаю как это объяснить еще. Зачем я тогда верующий? Ну вот зачем я все это делаю? Зачем я себя в чем-то ограничиваю? Только для того, чтобы быть верующим в принципе неплохо. У тебя есть какие-то определенные моральные принципы, моральные устои и семья более-менее крепкая. Но когда заходит речь о том, что там на небесах ты будешь или нет и верующие люди говорят я не знаю Господь рассудит тогда я просто теряюсь. Я не знаю где этот смысл всего моего существования здесь на этой земле. Да нет! Там находится Иисус Христос который меня понимает. И этот Иисус Христос пролил свою кровь за каждого из нас. Когда мы на прошлой неделе стояли и брали в руку чашу с мином и участвовали в хлебе и в вине знаете в католическом мире существует такая легенда есть такая чаша они называют ее Грааль то есть чаша из которой когда-то пил Иисус Христос и тот кто найдет эту чашу и выпьет из нее будет жить вечно. Ну это легенда. А я вам говорю что мы не живем по легенде. Мы на прошлой неделе брали эту чашу в свои руки эта чаша дает мне завет того что я буду жить вечно там с Господом пред Иисусом Христом уже сейчас я нашел эту чашу почему да по одной простой причине там за меня будут ходатайствовать Иисус Христос он будет стоять вместе со мной и он находится там посредником и он будет меня представлять пред Господом но с другой стороны Иисус Христос будет очень внимательно наблюдать и говорить я прожил эту жизнь я был здесь на этой земле я знаю как это трудно я знаю как тяжело я знаю что на этой земле многое мы подменили то что не считается истинным и к сожалению можно об этом очень много говорить можно приводить определенные вещи которые меня наверное просто распнут если сказать а мы заменили эти вещи и они стали для нас повседневностью и рутиной нашей жизни но когда я предстану пред Иисусом Христом что будет как мы будем да я понимаю что для меня есть оправдание для меня есть кровь Иисуса Христа он ее за меня пролил это великая победа я ее не заслужил Иов когда-то пытался что он встанет пред Господом и начнет оправдываться но в конце своей книги он прекрасно понимает что ничего не получится Господь разложит тебя на молекулы и атомы и ты ничего не скажешь а вот когда есть кровь Иисуса Христа когда ты берешь эту чашу это чаша жизни в которой ты участвуешь и когда апостол Павел пишет и говорит что мы приходим не рассуждая приходим не думая и многие из нас больные немало умирают я думаю это для нас с вами еще один из тех поводов задуматься а с чем мы занимаемся здесь на этой земле и так читаю последнее место и будем заканчивать Тимофеев в этом же послании к Тимофею 4 4 глава 10 стих ибо ибо для того и трудимся и поношение терпим что уповаем на Бога живого который есть спаситель всех человеков а наипаче кого кого верных братья и сестры понимаете вот вся эта проповедь можно было вообще ничего не говорить можно было прочитать вот это одно место как в общем-то и все писание его не надо углублять его не надо над ним много рассуждать то есть его нужно конечно изучать но оно настолько емкое и доступное что можно прочитать один стих и каждый должен себе понять что значит быть верным итак я еще раз прочитаю ибо мы для того и трудимся и поношение терпим что уповаем на Бога живого итак верность заключается не просто в одном слове она еще заключается в некоторых словах и для того трудимся и что еще поношение терпим то есть не обещает никто и не говорит что жизнь христианина должна проходить тяжело светло и так ярко ярко и все и все я спас это не оказывается это все берется и трудом и тяжело и все это достаточно сложно и читаем дальше что уповаем на Бога живого который есть спаситель всех человеков айна и паче верны проповедуй сие и учи итак я думаю что для каждого из нас вознесение Иисуса Христа праздник который мы сегодня тоже представляем да это не самый большой христианский праздник но это очень важный пункт в жизни Иисуса Христа он должен был обязательно пойти на небо предстать пред Бога и когда он там находится мы с вами имеем это упование живое упование упование на то что мои дела меня поймут меня рассудят особенно к молодежи обращаясь очень часто говорите и нас папа мама не понимают вы другое поколение вы не понимаете так вот если мы вас не понимаем то поймите что есть на небе Иисус Христос который поймет и рассудит каждого человека но самое главное есть одно условие одно слово оставаться верным все что я говорил можно заключить в одном этом слове если вы верны когда мы предстанем пред Господа ничто не будет забыто никогда Господь не забудет то что мы делали потому что Иисус Христос всегда помнит о нас всегда заботится о нас всегда находится с нами нам нужно приложить поверьте мне не совсем не такие уж и колоссальные усилия не такие уж и колоссальные усилия просто нужно надеяться на Господа нужно стараться и стремиться к этому делу нужно оставаться верным простое слово оставаться верным обо всем уже позаботился Господь и когда мы предстанем будет абсолютно справедливый честный суд который будет в нашу пользу аминь давайте помадимся субтитры 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 отец небесный Господь и Бог благодарность слава тебе и хвала за то что ты в любви своей послал сюда на эту землю своего сына Иисуса Христа Господи он выполнил все твои повеления он исполнил волю твою и он посел там одеснуя тебя Господи и я благодарю тебя что там на небе у меня есть ходатай мой Господь и ты об этом позаботился я благодарю тебя мой Господь и Бог за то что Господи что бы было несправедливо в моей жизни что бы я Господи может быть не понял но я знаю Господи что ты всегда меня поймешь ты всегда простишь ты всегда Господи пойдешь навстречу и я благодарен тебе за это мой Господь и Бог за то что я знаю что ты любишь меня ты любишь всех тех кто пришел сюда пришел на это место Господи и особенно я взываю о тех кто Господи может быть не понят людьми не понят своими близкими родными Господи кто может быть потерял веру, потерял утешение, Господи, я прошу Тебя за таковых, чтобы Ты ободрил, поддержал, потому что когда-то будет абсолютно справедливый суд, будет абсолютно справедливая судья, Господи, я благодарю Тебя, что Иисус Христос, Он там будет говорить за меня и будет говорить обо мне, я благодарю Тебя за это, мой Господь и Бог, я благодарю Тебя, Господи, что Ты даешь эту надежду, Ты даешь это упование, Ты даешь веру в то, что мы будем спасены, Господи, я благодарю Тебя за это, Господи, я благодарю Тебя за то, что мы здесь, на этой земле, можем себя чувствовать абсолютно счастливыми людьми, несмотря на то, в каких обстоятельствах мы живем и в каких обстоятельствах мы находимся, Господи, самое главное, чтобы Дух Твой Святой всегда действовал в нас, и мы понимали и чувствовали, Господи, вот это желание и стремление быть всегда верным Тебе, Господи, я прошу Тебя, А те, кто не чувствует это, Господи, порой многие испытания, многие проблемы, многие нужды, Господи, и эта земная суета, они отвлекают человека от того, чтобы оставаться верным Тебе, Господи. Но я очень прошу, чтобы Ты Духом Твоим святым ободрял, доставлял, и чтобы Слово Твое, оно проникало до разделения души и духа в составы и мозгов, Господи, чтобы все наши помирения, наши намерения, Господи, чтобы они все были здесь, на этой земле, открыты пред нами, чтобы мы могли, Господи, предстать пред Тобой, Господи, на основании Слова Твоего, молиться, обращаться к Тебе, просить прощения здесь, на этой земле, потому что Ты даешь нам это право, даешь нам эту возможность, Господи, быть, и мы чувствуем себя прощенными, Господи, и не делать это перед славой и благодарностью Тебе за это наш Господь и Бог. Да прославишься Ты наш Господь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как вы знаете, у нас сегодня есть второй сбор, у нас есть миссионерский отдел, и мы с вами, как верные служители Иисуса Христа, должны нести вот это миссионерское распространение слова «Еван». Евангелие здесь, на этой земле. Оно протекает в различных сферах и в различных аспектах. Вот. И сейчас Дмитрий Андреевич нам поделится с нами. Пожалуйста. И после этого, так как он поделится своими мыслями в миссионерском служении, мы с вами, у нас будет общее пение и сбор. Пожалуйста. Андрей мне обещал 10-15 минут, но он оставил мне всего 4. Спасибо. Макс, Макс, еще 5 минут можно, да? Да. Спасибо, если вы выдержите, конечно. Если вы будете бежать, то я сам за вами. Потеряет. О, это серьезно. Это серьезно. Если что-то обещает, то тогда надо ждать. Слава Богу за все и благодарение Богу, что Бог нам дает такие возможности, которые мы с вами имеем в встрече. Первое, что я хочу сказать, слава Богу, что мы с вами являемся искупленными детьми Божьими. Это самое главное, что мы дети Божьи. Я хочу сегодня, вот в этой короткой течении 10 минут, да, изложить несколько таких, наверное, основных 3 мыслей, которые связаны с нами практической жизнью. Миссионерский отдел, как мы говорим о миссионерстве, да, это практически наши действия, практически наши поступки, которые мы делаем. Практически это означает, Бог нас практически реализовывает в нашей жизни. Вот смотрите, что я хочу подметить и на что хочу обратить внимание. Каждый из вас здесь сидящий, кто встретился с Господом лично, это был особый день, особые часы, особые минуты, особый момент, и, скорее всего, вы хорошо помните. Скажите мне, вот поднимите руки, вы помните тот день, когда вы примирились с Господом? Вот скажите мне, помните. Я уже не говорю о часах, минутах и днях, но вы помните. Помните, как это было, как это было, это событие. Смотрите, я несколько моментов скажу, этим связано, и тогда буду развивать мысль. В 15 стих, в 49-м псалме, сказаны такие слова. Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Эти стихи Бог мне подарил перед моим покаянием. Вот Он мне дал Библию, я прочитал эти стихи. И когда прочитал эти стихи, я сказал такие слова. Господи, если ты мне поднимешь из водороболезни, да, дашь мне жизнь, то я прославлю тебя. Я сказал такие слова на основании этого стиха. Следующее утро. Я сейчас не буду рассказывать ничего такого, потому что нет у меня времени для рассказа. Вот следующее утро, человек лежит, который при смерти. Наверное, вот эти отражатели вообще не имеют никакого света. То, что произошло в той комнате, где я лежал, стало настолько светло, и я слышу голос Бога, который заговорил со мной. Смотрите, что говорит Он. Это уже Бог говорит. Я сейчас хочу говорить так, как мы читаем, вот Йовом говорил, с Авраамом говорил Бог. Я человек, который слышал от голоса Господа. И Господь мне говорит такие слова. Я слышал твою молитву. Когда Он сказал, слышал твою молитву, эти слова остались навсегда у меня. То есть я говорю, если ты меня поднимешь из водороболезни, если ты меня исцелишь, я буду славить тебя. А Он говорит, я слышал твою молитву. А вот на улице, говорит, люди, которых Я послал тебе, чтобы они тебя взяли в церковь. Я послал к тебе уже людей. Давай вставай, хватит лежать. Вот так со мной Бог лично говорил. Лично со мной. И Он поднял меня и послал меня, и вот уже 38 лет я хожу на ногах. Вот это слово, которое Он сказал, я слышал твою молитву, это означает, я слышал, что ты хочешь, и будешь славить Меня. Вот скажите мне вопрос простой к вам. А можно отказаться и сказать, не надо уже, хватит, надоело. Как вы думаете, можно наговорить так? Нет, конечно. А? Как? Можно попробовать? Ну, я сказал эти слова одному брату, он говорит, слушай, ну я уже в пенсии, мне надо отдыхать, хватит, надоело. Я говорю, а если он скажет ко мне, хватит тебе вообще мешать здесь кому-то путаться под ногами? Он говорит, я об этом не подумал. Я говорю, подумай. Смотрите, что я этим хочу сказать. Каждый из нас когда-то дал Богу обид. Мы все с вами дали обид Богу, хотим служить, хотим трудиться и так далее. Вот я хочу оставить вам три основных примера из жизни моей, где мне Бог давал такие четкие откровения, что происходит в нашей жизни. Первое. Я только что уверовал. У меня желание хотелось говорить моим близким, родным о спасении. Я выдумывал все, что хотите. Кому печку строил, до 12, до 12, до 6 проповедовал, кому там еще что-нибудь делать. Но мне хотелось, чтобы всем говорить о Боге. Но у нас был один такой атеист, наш зять, коммунист. Мы с ним поехали в Одессу. Я жил тогда в Молдавии, приехали в Одессу. И вечером надо было ночевать в Одессе. Что удивительно, настала ночь. И нам негде ночевать. И вдруг меня осенило. Я же верующий. А, наверное, в Одессе есть много таких, как я. И они же меня примут. Они же такие хорошие. Верующие – это самые хорошие люди в мире. И я смогу моему зятю свидетельствовать о том, что вот смотри, какие люди есть. Я их никогда в жизни не видел, но они хорошие. Вот такое у меня появилось вдохновение. Я начал искать. Я не знал, что есть баптисты, есть пятисятники, есть харизманты, есть субботники и так далее. Я понятия не имел. Я понятия имел, что есть верующие. Я был в автовокзале. Возле автовокзала есть церковь Серово-34. Приехал я в эту церковь. Вечером, часов уже 10, наверное, было. Там был Коля Гавиловский. Он там кочегарил. Я говорю, Коля, ну я его не знал, я познакомился. Я говорю, Коля, мне нет негде ночевать. Говорит, не-не-не, здесь нет. Я говорю, слушай, а ты не можешь мне дать адрес пастора? Он говорит, без проблем, нате. Он дает мне адрес Евгена Захаревича Иванова. Он жил в поселке Котовского в то время. Я нанимаю такси и приезжаю в поселок Котовского. Это было уже, наверное, минут 15-12. Поднимаюсь, я не помню, в каком этаже. Не помнишь, в каком этаже он жил? Там третьем или втором, или третьем, четвертом этаже, я не помню. Поднялись мы, я стучу двери. Представляете себе, 15-12. Слышу, с той стороны кричит, кто там? А мне сказали пароль 3-16. Я говорю, 3-16. Какой 3-16? Я говорю, мы верующие, Господь возлюбил. Начинаю говорить стих, как там, ибо так возлюбил Бог и так далее. Евгений Захаревич открывает дверь, смотрит на нас. Ну, конечно, с какого-то колхоза. Вы понимаете, как мы одеты, как мы выглядим. Все это понятно. Один вообще алкоголик, второй более-менее только что встал на ноги. Вот два мужичка стоят перед этой дверью. И у него, конечно, ощущение. Я говорю, вот я верующий, я уверовал в Бога, а вот он неверующий. Но вот нам негде ночевать. Вот как вы примете нас? Начинаю говорить. Евгений Захаревич так смотрит. Конечно, брат, заходите. Он заходит, он нас накормил, напоил, уложил спать, утром уехал. И утром бабушка встала, мама их накормила нас. И мы вышли, идем. Я иду с такой гордостью. Ну, что я тебе говорил? Понял, что такое верующий. А ты говоришь, я каянный грешник. Я ему такие, знаешь, словами. Потом я его беру и говорю, вот, пятиэтажный дом. Мы заходим в любой дом и стучим. Если там коммунисты, ты говоришь, я брат родной, вот, коммунист. Мы ночуем у тебя. Не, я не зайду. Они нас выбросят с пятого этажа и еще что-то сделают. Смотри, что произошло в этой событии. Две важные истины. Первые. Настолько меня Бог вдохновил, что я на верном пути. Что истинно верующие люди, это есть дети Божьи. Второе. Он мне дал силу проповедовать им о Боге, что мы любим друг друга. Это одно из свидетельств. Что я этим хочу сказать? Иногда Бог делает в нашей жизни то, что мы не ждем. Я не знаю. Вот подумайте. Могли бы вы открыть вам 12 часов ночи двери незнакомым людям и уложить их спать и утром уехать и оставить дом. Я не знаю. Но вот в моей жизни это было одно из свидетельств. Дом мой должен всегда быть открыт для людей, кто приходит. Это одно важнейшее именно нашей миссионерской работы. Второе. Которое, на мой взгляд, очень важное. Я его прочту. Смотрите, что написано. А Филиппу, ангел Господень, сказал, встань, иди на полдень на дорогу и душе из Иерусалима в Газу. Помните это событие? Вот встань, иди. Мы его читаем много раз. Вот смотрите, что происходит в моей жизни. У меня брат, он человек очень был такой, атеистического взгляда. Человек, который занимался немножко магией. И человек уклонялся, и он даже ночами встречался с демонами, бесами и боролся с ними. У него были такие проблемы. Я ему сколько и говорил о Боге, он не слушал, он не хотел даже слышать. Он сказал, я своих детей воспитаю так, что они будут видными людьми, прекрасными людьми. Да, они были видными. Половина сидели в тюрьме, половина развелись там и так далее. Вся семья и дети разрушилась. Короче, его семья и сам развелся. И вот смотрите, что происходит. Вот надо, я хочу обратить внимание, что делает Бог в нашей жизни, когда мы, конечно, отзывчивы, как слышим его голос. Я приехал с работы, как обычно, помолились с детьми, вместе встали на колени, и ложимся спать. Я работал на Кразе. Краз большая, самосвал, это очень большой машина, кто знает, кто имеет представление. Если сидел один баранку, крутишь, то вечером точно спать будешь, как малыш. И я вот приехал, мы уже часов, наверное, десять, ложусь спать, а я не могу спать. У меня сон отнялся, у меня сна нету, у меня нет вообще сна. Я жене говорю, что-то со мной происходит, я не знаю, но у меня нет сна. Я не знаю, что происходит. Жена говорит мне, давай помолимся, мы практиковали, помолимся, что Господь тебе дал хороший сон, Бог тебя успокоил, вот, и мы решили повторно помолиться. Встали, дети уже легли спать, молимся, и вдруг в это время молитвы мне голос говорит, а ты иди посети брата своего. А я с ним, наверное, месяца 7-8 не виделся. Он жил от Одессы, знаете, село Билта, то Одесситы, знаете, это 60-70 километров. Это было уже, ну, наверное, минут 15-20 там, или пол-одиннадцатого ночью. Я жене говорю, слушай, ты слышала? Она говорит, я не слышал этот голос. Я говорю, вот у меня сейчас заговорил голос о том, что идти посетить брата. Давай завтра помолимся, и завтра. Я лег опять, а спать-то у меня нет, у меня начала такая тревога. Я говорю, подожди, если Господь сегодня заговорил, почему не ехать? Может, что-то случилось? И вот мы садимся в машину, ночью в 11 едем в село, а его нету дома. Спрашиваем, где он, в больнице Ивановке, еще 30 километров надо ехать, где-то сотни километров выходят. Мы приехали в Ивановке пол первого ночью. Я стучу ногами в двери, выходит медсестра, не хочет пустить. Конечно, я помню, 5 рублей дал, она нам разрешила. Я зашел к брату, как обычно в то время. Это 85-й год был, у меня где-то 4-5 лет как уверовал человек. Захожу, он лежит. Я говорю, слушай, как дела как-то? Ну, все-таки я не видел. Он с трудом мне говорит, я скоро умру, у меня рак. Он мне говорит такие слова. Когда он сказал эти слова, я замер просто. И рядом вторая жена сидит. Я начал с ним говорить, я говорю, слушай, Ваня, ты хочешь, я тебе кое-что скажу? Он говорит, скажи. Я говорю, вот только что Бог меня послал к тебе. Он говорит, правда? Я говорю, да, он послал мне сказать тебе, что ты скоро с ним встретишься. У тебя есть сейчас покаяние. И вытаскиваю Евангелие. И у меня еще в кармане Евангелие. Я не знаю, откуда это Евангелие даже в кармане. У него машина всегда была, но оказалось, что я зашел в Евангелие. Я ему на тумбочку Евангелия говорю, вот твоя жизнь здесь. Я, наверное, часа два с ним говорил, беседовал. Мы плакали, как и так далее. Я говорю, я завтра приеду, и мы завтра с тобой пообщаемся. И я уехал. Через полтора-два часа он умер. Отошел в вечности. Вот это есть одно важное истинное о том, как Бог в нашей жизни работает. Миссионерская жизнь – это действие Бога, реализация спасения других душ. То, что наша церковь делает, помогает разным, это спасение душ людей. Это функция Бога, уполномоченная, которая нам. И последнее. Я не помню, я вам рассказывал, не рассказывал, но я вам повторю, если я как-то говорил об этом. Моя теща – это прекрасная женщина. Была. Прекрасная. Не знаю, дай Бог, чтобы у вас все тещи такие были. Да, это бесподобный человек. Человек неверующий, но бесподобный. Добрым сердцем и так далее. И пришло, как мы обычно, всем говорили о Боге. И я также, теща, мы говорим о Боге, не признает, не хочет слышать, не верю. Я не грешница, я никогда не делала такого, и все. И оказалось, вот так происходило. И мы, наконец, в последнее время перестали ее мучать уже с нашими проповедями, с нашими. И мы просто молились о ней, и все. Приходя к ней, Дора всегда садилась. Я старался, чтобы она больше говорила, как дочь с матерью могла пообщаться. Я всегда старался молиться в стороне, да. И вдруг, два года тому назад, я был в Украине. Мне надо было уехать, уже машина готова, надо было уехать на служение. В какой-то город, я не помню уже детали. У меня дома подходит женщина, моя самая знакомая, наша родственница. Говорит, мне нужно попасть в Болград. Вот, 250 километров или 240, я не помню где-то так. Мне надо срочно туда ползать. Я говорю, я не могу, я должен уехать. А она говорит, пожалуйста, умоляю, отвези меня. Я посчитал, три часа туда, три часа обратно, это шесть часов. Но плюс у меня минимум 50 долларов надо тратить на бензин. То есть, получается, я время трачу и свой бензин. Она не дает мне денег. Я знаю, что у нее, во-первых, и нету этих денег. Я жене говорю, что делать? Говорит, да поедь, говорит. Может быть, говорит, посетишь маму. Заедь к маме, рядом живет. Оксимитная, там километра 15. Я говорю, ну раз так, раз так, давай. И она настаивала. Я приехал к границе, высадил ее. Она с той стороны границы ее ждали. Она пересекла границу. А я взял и приехал, решил посетить тещу. Захожу я к ней, принес кулечек, то, что передала дочка. И передала, она так пальчиком еще сунула, что-то вытушила конфетки. Там начала жевать. Она плохо видела в последнее время. И я уже ничего не говорю о Боге. Говорю, мама, ну я уезжаю, мне надо уехать. У меня есть дела. Там начал рассказывать ей. И она заговорила через 35 лет. И знаешь, что она сказала? Она меня называла всегда Митя. Не Дима, а Митя. Говорит, Митя, я знаю Бог с тобою. Помолись обо мне, чтобы я умерла. Я не хочу больше жить. Когда она сказала эти слова, я услышал голос. И ее время. И ее время. Я сразу позвонил жене. Я сказал, Дора, приготовься на похороны. Твоя мама уйдет в вечность. И ее время пришло. Она покаялась. И через день она отошла в вечность. Человек, который не жаловался ни на какие болезни. Бог менял. Она посылает какую-то женщину, которую везти неизвестно куда. За свой счет, за своей машиной, за свое время, которое никому не нужно. А у Бога были планы. У Бога планы были. И Бог совершил свое дело. А я мог сказать, нет. Я мог сказать, и ночью не поехал бы. Но он умер бы в 4 утра. Сюда бы не приехал. Она бы умерла в следующий день. У Бога есть одна задача. Чтобы мы могли делать для спасения людей. Поэтому, дорогие мои, будьте всегда отзывчивы тому, что делает Бог через нашу жизнь. Вот то, что мы, вот живя через нашу жизнь. Я хочу, чтобы мы действительно всегда слышали голос Господа. Бог всегда работает. Он иногда тревожит нас, и мы не реагируем. Мы выпьем лучше корвалу, чтобы успокоило сердце, и чтобы сердце не сильно стучало. А нам кажется, что это давление, это тревога. И иногда Господь Духом Святым внутри начинает тревожить тебя. Волнение дает, и мы не знаем, что происходит. А работает Бог. Надо просто спросить, а что мне делать дальше, Господи? Я хочу всех вас утвердительно сказать такие слова, братья и сестры. Мы как баптисты. Это в верном направлении. С нами Бог. Мы в верном направлении. Мы идем в вечности. Мы дети Божьи. Я это могу говорить смело всем вам. И верьте, это правда. И постарайтесь, что можете, делайте для Господа. Чтобы для спасения душ, которые вокруг нас нуждаются в Боге, да благословить вас Бог, чтобы небо приняло того, что мы делаем, и многие люди нашли вечное спасение. Мое благословение вам. Если... Вечером Макс сказал, что у нас немножко формат меняется, и мне пришла мысль, пока он говорил о том, что если вечером будь, я особенно обращаю молодежи, меня Господь побудил кое-что сказать, что я никогда в жизни не говорил. Я коротко постараюсь сказать о своей жизни. Сколько раз я смотрел в лицо смерти, и что происходило в моей жизни, и как я лично встретился с Богом. Я постараюсь, Макс, я думаю, разрешите мне это делать, чтобы именно разбор словам сказать вам и утвердить вас, что есть наш Бог, в Которого мы верим. Какой Он великий, чудный и всемогущий Бог. Аминь. Общим пением 732 номер сборника «Христианин, неси огонь». Да, пожалуйста. И в это время, пожалуйста, братья, приготовьтесь, будем участвовать в материальном служении. Я думаю, мы споем без певцов, да? Справимся. Стоя, пожалуйста. Стоя, пожалуйста. Стоя, пожалуйста. И новый мир прекрасный озарит, в котором радость без конца. Вот потник он устал, и из немог пути, согрей его и ободрит. Скажи, что не покинет его вечный Бог, засветит солнце впереди. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озарит, которым радость без конца. И если станет очень тяжело тебе, здоровый мир, здоровый мир гасит огонь. не унывай, не унывай, ведь любящий Господь с тобой, он сохранит светильник твой. Гори огонь, всегда гори, гори, воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озарит, и новый мир прекрасный озарит, которым радость без конца. Пожалуйста, садитесь еще на несколько минут. Приветствую братья и сестры. Сейчас мы хотели бы вам показать очень такое небольшое видео о том, как бы собеседовали или интервью на работе, которое просто чтобы мы задумались, согласны ли мы принять такое на себя. Я думаю, в конце вы поймете, и вам это тоже очень-очень понравится. Что ж, где вы поймете, в�도 любящему sens péase? Да. Насколько важнейших это об этом работе passageм쓰리ного требования вам С aklıyonse миллион estava시고 на пол, для кого мы видим, что безопасность и требования – очень гор� Das erste конструктория от рентгенции количество в цех так в качестве Продолжение следует... ...место того, чтобы все время. Странно на ноги, постоянно стратегивая, постоянно зарегистрировавшись, высокий уровень стамп. У... ...как. Какая? Какой час? 135 часа, по неделю. Всядно 24 часа, 7 часа. Я уверен, вы можете просто с такой же время с днем, да? Вы имеете в виду, как раз? Да. У меня нет, нет, нет. Это даже не legal? Да, конечно. Так, нет, нет? Вы можете есть, но только когда он сочетает. У меня нет. Я думаю, что это немного интенсивно. Нет, это не так. Это невозможно. Это требуется хорошим договором и интерпорсологом. Мы хотим быть виноватым, в медицинском, в финансе и в культуре. Продолжение следует... 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 Аплодисменты. Мы еще хотели поздравить двух людей, я думаю, всем нам очень хорошо знакома дата 9 мая, это историческая дата, которая напоминает нам о многих потерях, также о той победе, которая произошла 9 мая 1945 года. Брат Василенко и брат Леонтьев, наши два ветерана, которые остались, и мы вас хотим сердечно поздравить и поблагодарить о том подвиге, которым вы совершили ради всех нас, и мы это очень-очень ценим. Спасибо большое. Наше служение подошло к концу, я попрошу всех встать, мы помолимся и будем расходиться по домам нашим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. С миром Божьим! До вечернего собрания. С миром Божьим!